Рабочая неделя в Иванове началась с медиафорума «Инфорум». Это новый образовательный проект Союза журналистов России. Одна из задач, которую ставит перед собой профессиональное сообщество – повышать уровень мастерства и компетентности журналистов по самым разным вопросам. Мы хотим учить и журналистов районных СМИ, и региональных СМИ, а также студентов и молодых специалистов, которые хотят работать в медиа. Главной для нас темой – это все-таки интернет, интеграция средств массовой информации в интернет, блогинг и паблики в социальных сетях, потому что это все развивается. Традиционные СМИ иногда не успевают, и наша задача – рассказать традиционным СМИ, как они могут организовать вот эту интеграцию в новые медиа. В программе форума мастер-классы различной тематики – монетизация онлайн-СМИ, визуальная журналистика, кликбейт в Ютубе. Кроме того, запланирован воркшоп для молодых журналистов. Это не что иное, как практикум для начинающих акул-пера. Здесь мы разрабатываем и проговорим основные темы, которые поднимаются в течение дня, и уже выполняем конкретно задания для молодых журналистов. В дальнейшем они уже публикуют у себя материалы в социальных сетях, таким образом они отрабатывают то, что получают здесь на практике. Это очень важно, особенно для молодых журналистов, чтобы осваивать все навыки, которые необходимы сейчас современной индустрии, уже не отходя посредственно от образовательного процесса. В Ивановской области зарегистрировано 117 СМИ, и больше половины из них – газеты. Поэтому весьма неудивительно, что во время форума много говорили печатных СМИ, которые, вопреки предсказаниям, не умрут, если, конечно, будут отвечать вызовам времени. Время требует от нас того, чтобы мы как-то перестраивали работу своих изданий. Безусловно, печатные издания сейчас не могут оставаться лишь на бумаге. И мы уже давно работаем в интернете, но всегда интересно узнать о новых формах работы. И, в общем-то, есть интересные варианты, по крайней мере, из того, что здесь заявлено, о том, что, в общем-то, возможно, интернет-проекты даже принесут нам какой-то доход. Ну, посмотрим, насколько это реально. Город Иваново оказался вторым по счету, где состоялся медиафорум после Кемерово. В общей сложности подобные мероприятия пройдут в 25 регионах страны. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.